Что мы должны учесть, когда располагаем розетки на кухне? Первое. Когда мы располагаем розетки на фартуке, для мелкобытовой техники нужно соблюдать симметрию. Вот здесь мы видим на картинке, что два блока пота и розетки расположены строго симметрично. Во-первых, они расположены на равном расстоянии от края, во-вторых, они симметричны вот этим боковым шкафам. Получается красиво. Настоящий дизайнерский ремонт. Кроме того, желательно добавить еще розетку возле обеденного стола на всякий случай. Розетки на фартуке должны быть симметричны относительно шкафов кухонного гарнитуры. Высота около 105 сантиметров от чистового пола, потому что высота фартука в среднем составляет 85-90. Она начинается и заканчивается где-то на высоте 140-150 сантиметров от чистового пола. Таким образом, вот эти розетки располагаются где-то на высоте от 10 до 20 сантиметров от столешницы. Кроме того, на высоте примерно 10 сантиметров от чистового пола за цоколем кухонных гарнитуров располагают розетки для бытовых приборов, таких как холодильник, посудомойка. Нужно еще предусмотреть, чтобы они были расположены сбоку от приборов, потому что иначе будет очень проблема подключить холодильник, если розетка будет расположена непосредственно за ним. Таким образом также подключается электрическая варочная поверхность, духовка, если она находится внизу, в нижнем ярусе. Если вдруг у вас стиральная машина оказалась на кухне, то то же самое. Она подключается внизу на уровне 10 сантиметров от пола. Либо это может быть измельчитель, который расположен в кухонной мойке. Еще очень важный момент. Как правило, на кухне на расстоянии где-то 25 сантиметров от пола сантехники обычно монтируют трубы, которые ведут к раковине, к стиральной машине или посудомоечной машине. Поэтому очень важно их не перебить, когда вы будете монтировать розетки, которые расположены в нижнем ярусе на расстоянии 10 сантиметров от пола. Вопрос электропрезопасности на кухне. Согласно строительным правилам номер такой-то, запрещено размещать розетки под и над мойками или раковинами. Также следует избегать расположения розеток над плитой, рядом с газовой трубой. Отступ должен быть минимум 50 сантиметров за посудомоечной машиной и рядом со стиральной машиной. Для варочной поверхности электродуховки нужно отвести отдельный силовой провод от щитка без монтажных коробок. Об этом мы уже с вами говорили. Варочная поверхность, которая имеет наибольшую мощность, либо подключается с помощью специальной силовой розетки, либо, когда делают разводку электропровода, оставляют большой кусок, и уже в самом конце ремонта, когда устанавливают варочную поверхность, этот длинный провод заводят к варочной поверхности и подключает его непосредственно к клеммам, которые находятся в варочной панели.